Здравствуйте, с вами был Влог. Ничего святого, Сергеем Паярковым, я тут художник, который может обидеть каждого. Тут Зеленский и вся его медийная шобла разгоняют помойную инфу, что Путин организовывает в Украине третий Майдан. Так и хочется закричать. Шо? Опять? То есть, по версии Зеленского и его команды, Путин это как бы кто? Заслуженный майдановец Украины? То есть, он у нас как бы майдановед и майдана-инспиратор. То есть, это получается, Путин сам все время врал, что тут американцы организовывают майданы. То есть, Зеленский, будучи сам ярым антимайдановцем, будучи ярым путинцем, он всю свою карьеру был ярым антиукраинцем и путинцем, верил Путину, что майданы организовывают в принципе. То есть, Зеленский настолько туп вместе со своим пропутинским окружением, что верит в то, что майдан может организовать кто-то вот сейчас здесь в Украине, кроме самого Зеленского, я могу сразу же сдать фамилии главных организаторов майдана номер три. Например, есть такой сайт помойный, Исландия, там Петров и Иванов, два штруца, которые всю жизнь работали против Украины, которые работали на партию регионов, которые сейчас работают на Зеленского. Ну, собственно, Зеленский тоже всю жизнь работал против Украины, он тоже всю жизнь работал на партию регионов. А Татаров вообще лично объявлял, как правая рука Захарченко, и это не фигура речи, это есть видео, что оказывается мы, автомайдановцы, зверски избивали Беркут. Подождите, Путин все время говорил, что майданы у нас организовывают американцы, то есть, что Зеленский хочет нам продать историю, что майданы у нас организовывал Путин, что ли. То есть, это Нуланд раздавало печеньки, то есть, по воле Путина. То есть, вы хотите сказать, что это Путин организовывал самооборону Майдана, а автомайдан, получается, по версии Зеленского, это что, путинский отряд, что ли, был? То есть, подождите, это Путин уговорил Медведчука подать на меня в суд? Тогда, получается, Путин и Зеленского уговорил подать на меня в суд. Подождите, если Зеленский на полном серьезе, его окружение Зеленского, все его пропагандисты начинают рассказывать официально, что они боятся третьего Майдана, который организует Путин. Ребята, да к ним санитаров надо вызывать. Нет, серьезно, они чокнулись, потому что Зеленский действительно не может себе представить, что люди идут на Майдан не за зарплату. То есть, смотрите, Зеленский никогда в своей жизни бесплатно не делал ничего. Весь 95-й квартал, это продажные корпоративные крысы, которым сколько заплатили, столько они сплясали. Кстати, ведь этим антимайдан, вот он абсолютно точно напоминает, вот до миллиметра, коллектив 95-го квартала. То есть, вот коллектив 95-го квартала, равно как и антимайдан, который, кстати, как и 95-й квартал, свозили за наличный расчет на корпоратив, такой групповой, эту групповуху антимайдановскую в Киев, они искренне, вот они серьезно, они абсолютно искренне не верили, они не притворялись, что вот мы майдановцы стоим не просто совершенно бесплатно, а то, что мы за свои собственные деньги, вот здесь стоим мы на семейные сбережения, что люди действительно приходят, приносят талоны на бензин, что киевские рестораторы совершенно бесплатно машинами завозят еду на Майдан. Они не верили, что все люди пришли на Майдан без денег, потому что вот эти убогие, крысохвостые моральные уроды не могли, не могут и никогда не смогут эта имперская подлизывающая отрыжка представить себе, что человек может выйти за свои убеждения, за свое государство, за нашу Украину, за то, что мы не хотим быть предатком вот этой гнидной империи, и проворовавшейся, и где человек мусор, и где на нас хотят плевать и сделать нас частью вот этой убогой имперской помойки, что мы совершенно бесплатно не хотим вот это жрать имперское дерьмо, мы хотим жить своей жизнью, говорить на своем языке, жить в своей стране, и нам не надо за это платить деньги, мы кого хочешь ухайдокаем за попытку нас поработить, нагнуть и подчинить себе. Зеленский как был антимайдановцем, до мозга костей, как и все его окружение, так они и остались, потому что когда они говорят, что Путин в состоянии в Украине сделать третий Майдан, проспонсировать, слушайте, Курченко уже проплачивал Саакашвили вот эту попытку Майдана, вы видели, как Михоу по крышам скакал, как горный козул, кричал, возмущался, минута всего рассказывал, да, потом даже в Грузию побежал. Подождите, попытка за деньги Курченко, которую совершил Саакашвили, увенчалась тем, что сейчас Саакашвили отбывает заслуженное им наказание в Грузии, за преступления, совершенные в Грузии. Все. То есть не надо рассказывать про политические репрессии, потому что дела, которые были заведены на Саакашвили, они упирались в то, что Саакашвили дал приказ разгонять и физически убивать оппонентов. Он украл каналы медийные своих оппонентов, он уничтожил телевидение оппозиционное, он преступник по грузинским законам, и за свои преступления он отвечает. Я уверен, что уголовные дела против Петрова и Иванова, они тоже обязательно всплывут, потому что они есть, потому что вся шушера, которая сейчас вот вокруг Зеленского, они ведь фактически являются подельниками, они являются соучастниками, и вся вот эта медийная помойка, единого марафона, все вот эти мосичуки, все вот эти вот позитивные блогеры, которых даже перечислять, ну как бы позорно, они же потом все будут публично поставлены перед вопросом. Вы когда рассказывали про то, что Путин у нас организовывает Третий Майдан, вот руками независимых блогеров и честных журналистов, вы вообще понимали за ответственность? Даже вот когда вы просто молчали и делали вид, что вы этого не слышите, а как бы рассказывали темники, которые включаются с Банковой. Вы понимаете, что вы несете за это ответственность? Потому что, друзья мои, вот как Медведчук открыл на меня уголовное дело, так и Зеленский открыл на меня уголовное дело. У них одна и та же мотивация. Потому что Зеленский и Медведчук – это одно целое, было, есть и будет. Как бы Зеленский не притворялся украинским патриотом, одно то, что он транслирует через свое окружение, что боится Третьего Майдана, организованного Путиным, значит, Зеленский здесь полный и безоговорочный иностранец, не понимающий, что такое Украина, чем она живет и чего Украина хочет. Он как не понимал, так и не поймет никогда со всеми вытекающими последствиями. А вас я попрошу обязательно подписаться на мой канал, лайки, комментарии, распространяйте правдивую информацию в соцсетях, потому что у нас с вами Зеленский украл свободу слова, и наша задача – это компенсировать. А победа, друзья мои, в чем я ни на секунду, как и вы, не сомневаюсь, обязательно будет за нами, потому что за каждым из нас персонально не заржавеет.